Блок Петра Порошенко был с нами на прямой связи. Мы начнем разговор с гостями, уже присутствующими в студии. Александра, давайте начнем с вас. Ваша фракция, Батькивщина, дала всего несколько голосов, насколько мне не изменяет память, 4 голоса за закон по приватизации. Почему вы не поддерживаете вот эти подходы коалиции? Ну, дозвольте дальше, мы продолжим спочатку то, что вы... Вы хотите о рынке земли еще поговорить? Нет, про рынок земли я не хочу говорить, потому что пан Мушак занимается лоббизмом для латифундистов, для своего дяди, пана Виревского. Ну, обвинение, вот если бы Алексей был на связи, он бы с вас обвинил в лоббировании. Я это написала в своем фейсбуке, он может подавать на меня на суд. Хорошо. И я с паном Виревским как раз судилась, когда он 300 человек в селе в Кировоградщине за одну ночь забрал земельный паи. Я хочу вам сказать, у нас не политическое питание рынка земли. Это очень важное питание почути. Нема тут политики. В питании возникает государственная земля. Земля – это сегодня последний ресурс, который Украина должна использовать для каждого украинца. Согласно Конституции, он ей не лежит. А не латифундисты. Если сегодня программа ООН сказала, что два наибольшие страхица этого десятилетия – это отсутствие воды, отсутствие еды. То, если мы с вами государственные люди, мы должны всю землю проинвентаризировать. И что сделать? Да хоть на 200, хоть на 300 лет. Давайте фермерам ее в оренду. Давайте им гроши на то, чтобы они могли начать там справа, что это рабочие места, это достойные, это не поедут дети из села. А это можно передавать, как начали с аренды земли, те же самые Хенеси, если вы поедете в Ирландию. Но хочу вам сказать, что продавать землю – это остальное, что в Украине просто можно закинчить. Мы вас поняли, тем более, что Батвичина это повторяет не последний год. Нет, давайте послушаем мнение экономического аэксперта Александра по поводу земли. А по земле, будь ласка. А вы что можете ответить людям, которые считают украинскую землю и чернозема последним бастионом и единственным богатством, которое осталось? Знаете, несколько тест на эту тему. По-перше, официально украинская земля не продается. Но мы знаем, что в Украине есть величезные фундисти, которые собрали сотни тысяч гектаров земли у своей земельной банки. Фактически, она их. Они не есть властниками, но человек, гражданин, который живет в селе, они и на ней зарабатывают. А от бабуся, которая имеет один пай и три гектара, живет в зубожжении до самой смерти, не может продать эти три гектара, потому что это какое-то надбание, которое она не может. Понимаете, бабушки в селях хотят продать эту землю, но не имеют права. И с другого боку, я живу в городе, я не имею права купить землю, потому что, извините, мне не достался пай в свой час. Я из селянской семьи, у меня обидвои бабушки и дедушки жили в селях, но они, на жаль, померли до момента распаяния. Мои батьки не отривали. И я не могу их купить. Понятно, спасибо. Я хочу сказать, что это не имеет ответственность. Александра, вы не успеете поговорить о приватизации, которую не поддерживает Батьковщина. Это не относится к закону про не продаж земли. Потому что в законе сказано только о государственной, сельско-господарской. А если вы дальше посмотрите, в нашем законопроекте написано, что все пайи, которые приватны, они имеют право продаваться. Давайте начнем с пайов. Нет, но дайте возможность установить рынковые цены. Потому что сегодня цена земли, которую дают такие родители, как пана Мушака, то они дают в 38 рази дешевше, чем плодородная земля в Европе. Потому что нет свободного рынка земли, поэтому олигархи купляют дешево. Но Александра, нужно помнить, что у нас и экономика не на том уровне, как и экономика Европы. Кто будет покупать тогда эту землю? Что не в том уровне экономики, переходим к плану приватизации. Как раз вы спросили, что это же пан Мушак очень верно сказал, но он просто не сказал одним словом. Он сказал, что это представители среднего класса. Дизайнеры, парикарии, водители, частные клиники. Это то, что я отдала все свое життя, что у меня была гордость. Когда я ездила по украинским местам, мы видели, как все первые этажи изменятся в местах, потому что там становился бизнес. Но приход Януковича и продолжение политики Порошенко поставило, что весь средний класс, который чувствовал себя, что он может отдохнуть, он создал рабочие места. Они сегодня, что такое две трети населения, получают субсидию. Это же братство. Александра, я прошу прощения. Где здесь слово, хотя бы слово, приватизация, которую я предлагаю вам обсудить? Почему это? Потому что нет денег. Теперь приходим к закону про приватизацию. Да, закон о приватизации. Почему вы его не поддерживаете? Вот объясните, пожалуйста. Ну, потому что, если вам интересна действительно ситуация, пожалуйста, послушайте. В 2009 году на уряд Тимошенко я принесла очень интересное вопрос. Мы с нашим комитетом сделали полную инвентаризацию государственных предприятий. И информация, которую сказали у вас на канале, что 80% уже приватизировано, это неверно. Сколько приватизировано? Да, и 20% не приватизировано, чтобы вы знали. 5 тысяч предприятий, которые не приватизированы. Можу сказать, например, в Министерстве обороны такая количество государственных предприятий, нет только двух видов. Это проституция и наркомания. Все другие предприятия, виды деятельности, есть в Министерстве обороны. Александра, извините, все красиво, все вот наглядно, но вы не объясняете позицию на сегодняшний день. Почему сегодня нет приватизации? Почему? Я же сейчас, вы же дослушайте. Вы очень далеко, долго запрягаете. Александра, у меня нет столько времени. Почему сегодня нет? И почему я и сказала Гройсману, я не проголосовала? Потому что тогда было решение и премьера Тимошенко, и также налаштованный сейчас Гройсман, что мы сейчас заставим там норму в этом законе на приватизации, написано, все предприятия, которые не по профилю Минобороны, СБУ-33, будут продаваться. Ну, про те, которые я вам говорю. Никакой министр не давал никакого документа подписать по этим предприятиям. Вы знаете, я вам скажу, очень интересная вещь. Можете у Одесситов спросить. На шестом километре есть розовая улица, которая находится в властности Министерства обороны Украины. И поэтому, поверьте, это вопрос... Что они там продают пушки? Нет. Они отримают аренду. Просто аренду. Аренду. Хорошо, нужно проверить эту информацию. Александр, извините, я все-таки не услышал четкой позиции, почему не написать тот законопроект, который помог бы провести четкую прозрачную приватизацию. Потому что я как раз на переговорах по этому законопроекту запропонувала отправить его на повторное другое читание. Для того, чтобы сняти пустые места, для того, чтобы сняти затягнутую процедуру, для того, чтобы выписать прозорую процедуру, и для того, чтобы эти непотребные предприятия, которые не должны быть государственными для обеспечения, но вас не услышали, я понял. И его приняли в таком виде, в котором это не будет работать. Смотрите, в плане бюджетных доходов уже предусмотрено от приватизации больше 20 млрд гривен. 20 млрд гривен. Насколько это реалистично, по-вашему? Я считаю, что мы не отримываем таких доходов, так же, как мы не отримали в 2017-2017, в 2016-2017. Мы отримали значительно-значно меньше. Так же и этого года мы отримываем меньше. Чему? Потому что приватизация, это не так просто и не так легко, как здаётся, что что-то вышел, продал яблоки или помидори на рынке. Правда, до приватизации нужно готовиться. Как мы продавали раньше. Бралися довгие документы, оцінка яка слева, выносили на биржу, и, мовляв, на этой бирже кто-то должен купить. Нет, так это не работает. У всему свете есть радники. Цей закон, который ухвален, слава Богу, говорит, что радник должен быть зацекавленным в том, чтобы продать это предприятие, какого-то дороже. Он приводит документы, приводит до стандартных западных, так как это понятно, нашим партнерам. Приходят сюда величезные транснациональные компании, смотрят свои документы в том стандартном стандарте, до которых они привыкли, и после этого они будут брать участие. А ось чему не вдало? Потому что, например, некоторые предприятия, банки государственные, которые на сегодня уже больше, чем половина банковской системы мают, или Укрспирс, такое очень интересное предприятие, они пока не внесены в список приватизации, и они заборонены для приватизации, даже цикавиши. И поэтому Верховная Рада не пропускает эти предприятия, маючи какую-то там зацикавленность, чтобы какие-то певные силы поставили своих херенников. Чтобы эти потоки працювали на политической партии. Поэтому, я думаю, что где-то с 2019 года есть шансы. Когда уже начнется интереснее, куски будут лакомыми. Александра, извините, нет еще. Тарас, к вам еще один вопрос. Вот приватизация все-таки это было одно из требований Международного валютного фонда. Вы можете назвать еще какие-то требования Международного валютного фонда по развитию украинской экономики, которые реально могли бы оживить нашу украинскую экономику? Мы уже сегодня говорили про рынок земли. Это очень важно. Не очень нравится МВФ, но, на мой взгляд, пенсионная реформа, накопичивая пенсионная реформа, которую поддерживает сейчас половина парламенту, для того, чтобы в среднем Украине сформировать величезный финансовый ресурс, который можно будет инвестировать. Потому что возрастание экономики происходит только тогда, когда в экономику инвестировать. В Украине, на жаль, нет денег. Мы не можем заложить иноземные деньги, потому что очень низкий международный инвестиционный рейтинг в Украине. А внутренние деньги мы не накопичиваем. У нас нет пенсионной системы, как это и в всех западных странах, где на сегодня набралось уже, вдумайтесь, цифры, 36,5 триллионов долларов. Это только пенсионные фонды накопичили такие величезные деньги. Украине нуль, один миллиард. Задам вопрос, как говорится, дотичный к этой теме. Ваш прогноз, вы верите, обещают следующий транш МВФ, уже сегодня появились апрель-май, да? Вы верите, что, объективно, Украина до конца осени, весны, то есть, выполнит все условия МВФ, и мы получим этот транш? Только коротко, да или нет? Я не верю, что протягом первой половины года мы получим этот транш. Дай Бог, чтобы мы совсем не вышли из этой программы, и она продолжилась, мы не разсварились. Первый камень сплотикания, это антикоррупционный суд в том выгляде, который вымагает МВФ. Эту тему мы уже детально обсудили в нашей программе. Спасибо, Александра. Если меня не будете перебивать так же, как вы перебивали моего коллегу, я хочу вам сказать. Александра, я буду в своей студии делать то, что я считаю нужным. Давайте мы договоримся. Вопросы к вам следующие. Легализация янтаря и горный бизнес. И мы не закончили приватизацию. И это очень важное вопрос, потому что вы даете недостоверную информацию. Вы говорите, что никогда не продавалось правильно. Згадайте, то и продаж, який едет. А почему вы это не сказали? Продаж Криворожсталя Тимошенко, это больше, как 40% всех денег, которые получила государство за 26 лет. И поэтому не нужно придумывать. Робите, пожалуйста, прозорие аукционы, и у вас будет нормальная цена. Треба говорите правду. Кроме прозорих аукционов, нужно конвертовать предприятие для тех стандартных, чтобы понимали инвесторы. Пока что этого не делалось никогда. Это нужно говорить правду. По-друге, цены не устанавливает радник. Почитайте уважно за кого. Радник зацикавливает какого-то вищей цены. Про это идем мы. Далее, он возвращается к Кабинету Министров. И далее Кабинет Министров только после Радника утверждает цены. Что я сказала? Бедный Гросьман. Эта цена будет затвердиться пів року. И на цьому закінчиться. Я вам могу сказать, что можно выполнять приватизацию 22 миллиарда, потому что один завод мы продали за 24 миллиарда. Теперь по янтарю. Нет, Александра, извините, но я предупреждал. Мы не успеем обсудить все вопросы, даже те, о которых просили и вы, и вы, если мы не будем придерживаться регламента. К сожалению, время вышло. Спасибо, Александра Кужель. Тарас Казак были гостями подробностей недели.